Привет, друзья! Привет, Самурай! Видите, какое потертое кресло? Димычу нужно на потертое кресло новое, поэтому переходите на сайт socialnetworksamuraijs.com и поддержите мой проект каким-нибудь донатом. Спасибо! А мы сегодня разбираем с вами супер-мега-важнецкую тему компоненты высшего порядка. High Order Component. Настоящий самурай-реактор должен High Order Component не бояться. High Order Component. Компонент высшего порядка. Кажется, что это компонент, но на самом деле тут есть небольшой подвох. High Order Component, Hock, это просто функция. Это просто функция, друзья. Hock это просто функция, которая принимает на входе компонент, а возвращает другой компонент. Этот Other Component я бы лучше переименовал в Container Component. То есть, да, смысл контейнерной компоненты. Помним какой? Снабдить презентационную компоненту какой-то суперспособностью. То есть, контейнерная компонента берет на себя какую-то суперспособность, грязное дело какое-то там, асинхронный запрос, доставание из стейта, из пробсов, из урла что-то доставание. То есть, вот задача контейнерной компоненты. Какое-то поведение или какие-то данные дать целевой презентационной компоненте. И вот High Order Component это функция, которая позволяет нам клепать эти контейнерные компоненты, однообразные контейнерные компоненты, которые делают одно и то же, но закидывая в них в качестве целевой компоненты разные компоненты. Понимаете, в чем фишечка? Очень, как бы, на самом деле простая идея, очень простая идея. Но прежде чем мы приступим к практике, немножко сейчас поиграем. Смотрите, давайте вспомним, что такое компонент. Компонент это функция, которая принимает пробс и возвращает GSX. И давайте немножко поиграем. То есть, у нас с одной стороны есть Hawk, который принимает компонент и возвращает контейнерную компоненту. Да, Hawk не является компонентом. Компонент это, если это функция, то компонент это функция, которая принимает пробс и возвращает GSX. Здесь же возвращается контейнерная компонента. Давайте поиграем, попробуем сообразить, в чем разница. Смотрите, это что у нас? Что это у нас сейчас? Это у нас стрелочка. Это у нас Y, Y, X. Это что у нас? Компонента или Hawk? На что эта функция больше похожа? Вы такие, конечно, чувак, здесь мы возвращаем GSX. Значит, это скорее всего компонента. Окей, поехали дальше. А это что такое? Хм, чувак, а здесь мы уже возвращаем к компоненту. Это уже больше похоже на Hawk. А это что такое? А это? Хм, задумались, да? Давайте проанализируем. Здесь мы действительно возвращаем GSX. Это действительно компонента, которая условно называется юзер компонента. Возвращается GSX. Что мы возвращаем здесь, друзья? Мы здесь возвращаем не компоненту, мы здесь возвращаем тоже GSX. То есть GSX, просто здесь GSX возвращал обычные элементы, здесь GSX отрисовку, отрисовывает компоненту. Понимаете, какая фишка? То есть здесь возвращается GSX. GSX буквально, визуально, что это? Это HTML в JavaScript, да? То, что видят наши глаза. И мы видим, что эта функция возвращает HTML из JavaScript, то бишь возвращает GSX, и здесь возвращается GSX. Соответственно, это компонента, да? Мы ее можем назвать контейнерной компонентой, потому что она, по сути, как бы возвращает другую контейнерную компоненту, видите, и ничего не делает, кроме как снабжает ее какими-то суперспособностями, дает в нее какое-то данное YOW. В реальной жизни это БЛА, свойство БЛА могло взяться из стейта, могло взяться из УРЛА и так далее. То есть понимаем, да? ХОК. А вот это вот, смотрите, так как мы знаем, что юзер-то компонента, в данном случае юзер-компонента, вот, и мы возвращаем компоненту, то есть наша функция ZZZ принимает что-то и возвращает юзер-компоненту. Это уже больше похоже на ХОК, потому что ХОК, возвращаемся, ХОК, принимает компоненту и возвращает компоненту, контейнерную компоненту. И вот это уже больше похоже на правду. Вот это больше похоже на правду. Правда, да, здесь надо было бы вернуть юзер-контейнер компоненту. И было бы тогда вообще огонь. Давайте я сейчас перепишу. Слайда, чтобы было понятно. Юзер-контейнерную компоненту. Контайнер. Тогда это вообще огонь, да? Прямо на хок похоже, прям, прям очень похоже. Вопрос, а что на входе приходит в качестве этого xxx? Что на входе приходит? Давайте посмотрим. То есть тут пропсы не приходят. Это наш хок. Мы поняли с вами, что это хок. Здесь у нас юзер-контайнер, контейнерная компонента. А на входе к нам приходит компонента Должна приходить компонента И мы должны возвращать Другую компоненту User container То есть на вход нам приходит какая-то компонента Я хок На входе я могу получить любую компоненту Но для нее верну контейнерную компоненту Но сейчас я возвращаю контейнерную компоненту Не для нее А возвращаю контейнерную компоненту для компонента user А вдруг мне на входе придет не user Если придет user, круто А если придет, например, компонента профайл, то мы вернем юзер-контейнерную компоненту для профайла. То есть мы даже профиль не увидим, мы увидим вот эту компоненту юзеров, в которой пришло бла. Не то, что нам надо. Соответственно, мы должны контейнерную компоненту, а как мы можем подобрать правильную контейнерную компоненту? Свич кейсом что ли сделать? И что там, под каждый случай создавать свою контейнерную компоненту? Под каждый случай создавать свою контейнерную компоненту, которая будет потом там как-то выбираться? Нет, задача хока создавать контейнерные компоненты, создавать динамические в момент вызова хока. То есть мы должны контейнерную компоненту эту создать внутри вот здесь вот. И не для юзера, а для любого случая, который к нам придет внутри компоненты. Смотрите, вот так мы не можем вообще сделать. Это вообще JSX мы возвращаем, то есть это уже даже не хок, это уже компоненты. А мы должны сами сделать вот так вот. Кто-то возвращает хок и дает нам компоненту. Говорит, эй, чувак, хок, создай мне контейнерную компоненту и дай ее обратно. И мы внутри себя создаем контейнерную компоненту. Видите, прям пишем component, поэтому важно здесь component написать с большой буквы. Мы создаем контейнерную компоненту, функциональную, либо классовую, какую угодно, как получится, как нужно от задачи. И возвращаем вот эту в rapid-контейнер. То есть, если хок вызовется 5 раз с 5 разными компонентами на входе, мы создадим внутри хока каждый раз по отдельной контейнерной компоненте и вернем ее наружу, где ее могут уже отрисовать. Вот такая вот нехитрая логика, ребят. Давайте посмотрим на уже нашу задачу, с которой мы столкнулись на прошлом занятии. Контейнерные компоненты, они могут в себе содержать действия, которые можно переиспользовать в разных компонентах. То есть, у нас есть разные компоненты, какая вот фишечка, просто идеально вообще. Это просто волшебно. У нас здесь компоненты, мы сейчас редирект, говорим про редирект с вами. Мы когда попадаем на страничку, пытаемся попасть на страничку профайла, либо страничку диалога, у нас происходит, вот давайте напомню, вот этот вот редирект. То есть, мы уводим со странички, если пользователь не авторизован. Уводим. Такая же у нас тема написана в диалог компоненте. Диалог компонента. Сейчас, сейчас, сейчас. Внутри, наверное, вот здесь. Вот, внутри этой компоненты мы сделали. То есть, внутри такая же строчка написана. И нам повезло, что эта строчка маленькая. Но все равно нам приходится, во-первых, эту строчку писать. Во-вторых, нам приходится в каждую компоненту прокидывать, которую мы хотим защитить. Которую мы хотим защитить. Нам приходится писать, передавать вот этот вот из aus. Доставать его из state. Чтобы наша логика могла посмотреть на этот из aus и сделать редирект, если нужно. То есть, идея какая, ребят? У нас дублирование логики. Дублирование кода – это грех номер один, о котором даже холиварить нельзя. А дублирование кода – это всегда грех. Это та истина, которая истина. Я вам говорю, что есть вещи архитектурные, где или так, или так, зависит от ситуации. То дублирование кода – это грех всегда. На всех языках программирования. Везде дублирование кода. Дублируешь ты говнокодер, оторвать тебе руку. Ты больше не самурай. Так вот, мы не хотим дублировать код. Поэтому, смотрите, у нас есть одна компонента, в которой есть какой-то код дублирующийся. Дублирующийся в другой компоненте. И наша задача – вынести это дублирование, дублирующую логику, в контейнерную компоненту. То есть, обернуть нашу, эту компоненту, и эту компоненту обернуть контейнерной компонентой. И вынести вот эту дублирующуюся логику в контейнерную компоненту. То есть, вот это вот редирект пускай делает контейнерная компонента. И вы скажете, ну что, все равно мы дублируем логику. Да, дублируем. Но у нас-то может быть хок создан. Задача хока принять на входе компоненту, условно говоря, вот эту зелененькую. Давайте другой стрелкой нарисую. Условно говоря, принять, ой, 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 промахнулся. Условно говоря, принять на входе одну компоненту. Задача хока принять на входе, на входе одну компоненту. Простите, затупил немножко. Принять на входе одну компоненту, вот эту зеленую. А вернуть для нее специальную контейнерную компоненту с этим специальным поведением. И если мы этому же хоку отдадим другую зеленую компоненту, другое ядрышко, которое ведет себя иначе, то хок вернет контейнерную компоненту для этой зеленого ядрышка, а эту красную компоненту. Но идея этих всех красных компонент будет такая, что они все будут одинаковые, потому что их, эти компоненты родил вот этот вот хок. И он всех их наделил этим поведением, дублирующимся поведением. И в итоге у нас это дублирующееся поведение в одном месте, в одном всего лишь месте. Понятно вам, непонятно этот скриншот? Я сейчас его сюда опять закину. И погнали бомбить с вами код. Давайте бомбить с вами код. То есть давайте как, тема какая? Надо вот эту вот логику вообще-то вынести из самой компоненты. Сама компонента не должна обладать этим респонсибилити редиректа, потому что если компонента делает что-то одно, она должна делать что-то другое. То, что мы хотим переиспользовать в разных местах, нам надо вытащить из компонента. Согласно вот этому, нам надо вытащить из компонента, вытащить наружу. Давайте создадим такую контейнерную компоненту, на которую мы перенаправим вот это вот действие. То есть мы создаем классовые компоненты. Давайте функциональные сделаем. Функциональные компоненты let, например, редирект. Редирект компонент. Это компонента, которая принимает props. То есть да, контейнерная компонента не обязательно классовая компонента. Контейнерная компонента не обязательно над презентационной компонентой. Контейнерная компонента значит над какой-то другой компонентой, что-то там я даю. Если я функциональные компоненты могу что-то дать, я останусь функциональной компонентой. Я возвращаю у себя контейнерные компоненты над профайл-контейнерной компонентой. Одна компонента над другой компонентой. Я верну вам отрисованный профайл-контейнер. При этом, важный момент, все пропсы, которые пришли в меня, я деструктуризацию перекину в целевую компоненту. Потому что я всего лишь контейнерная компонента. Мне пропсы, как бы дают мне, но на самом деле не мне, а целевой компоненте. Поэтому я их прокину дальше. Все. Я редирект ставлю сюда. Вот этот вот редирект ставлю сюда. Ctrl-X, вырезаю его отсюда. И вставляю его, друзья, сюда. Все. То есть у нас вернется редирект, если мы не авторизованы. И мы дальше используем вот эту аус-редирект-контейнерную компоненту, которую создали специально для профайла. И ее используем. Дальше ее подключаем к роутеру. И дальше ее коннектим. То есть вот так вот. Ее используем, подключаем к роутеру. Не профайл-контейнерную компоненту, которую вот. А ту компоненту, которую мы над ней, над вот этой вот построили. И вот ее прокидываем дальше в из роутер. Все. Аналогичную ситуацию делаем с второй страничкой. Ctrl-C копирую это. Диалог с контейнер. И закидываю сюда. Диалог с контейнер закидываю сюда. Только здесь уже будем рисовать диалог с компоненту. Ой, простите, у нас редирект был не здесь, а редирект был. Хотя, вот здесь все окей. Но редирект у нас был там в диалоге. Сейчас мы здесь рисуем диалог. А вот здесь уже коннектим не диалог, а контейнерную компоненту. У нас получается вот такая штука. Это называется контейнер хелл, хок хелл, хай ордер компонент хелл, в раппер хелл. Когда у нас в раппера, в раппер, над в раппером, оберткой, над оберткой. То есть у нас фактически вот она компонента целевая, а мы над ней with router, мы над ней connect, мы над ней редирект наш. И погнали к нашему ядрышку. А по итогу вот эти все контейнеры рисуют своего дочернего, свое дитя рисуют. И в конечном итоге нарисуется наша целевая компонента. Но вот эти вот обертки, 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 в рапп, в рапп, в рапп, в рапп. Но так работают хай ордер компоненты. Это и плохо, и хорошо, и так должно быть, так нормально. Поехали. Главное, что каждый этот слой добавляет свое какое-то поведение. Поведение. Как прям вот орешек. Или земля у нас, ядро, и там всякие магмы, лавы, там... Я уже не помню, что давно учил в школе эту штуку. Или там зернышко в орешек. И там всякая кожура, там мякоть. И каждый несет свою пользу. То есть каждый, все это имеет смысл. И смотрите какая штука. У нас профайл компонента. Вот это вот в профайл компоненте, а у среди рект компонента контейнерная. И здесь в диалог с компонентом. Они идентичные. Кроме целевой компонента. Здесь диалогс, а здесь профайл контейнер. То есть мы понимаем, что мы с вами делаем. Мы с вами создаем эти красные компоненты, идентичные по поведению, но отрисовывающие разные зеленые ядрышки. Соответственно, нам надо создать хок-функцию, которая будет этим заниматься. Созданием этих целевых компонентов с разным ядрышком. Как на презентации. Хок. Мы передаем ему целевую компоненту. Она создает для этой целевой компоненты обертку в рапер, контейнерную компоненту. И возвращает этот в рапер, эту обертку наружу. Поехали. Создаем в проекте папку специальную. Назовем ее хок-фок. Я ее уже создал. Я ее уже создал. Создаю в этой папке... Даже не удалил. Даже не удалил. Создаю в этой папке ausredirect. Ausredirect компонент. Точнее как, я называю ее общую with ausredirect. Давайте сейчас я переименую здесь ее. Refactor rename with ausredirect компонент. Создаю внутри функцию, которая будет принимать на входе компоненту. С большой буквы, потому что нам эту компоненту надо отрисовать в JSX. Создаю внутри класс. Например, класс. Или функциональную компоненту. Я тогда создавал класс. Можно класс создать. Неважно. Класс. Называется redirect component, условно говоря. И мы внутри делаем эту логику редиректа. И перерисовываем целевую компоненту, которую нам на входе сюда подадут. Внимание. Нашу компоненту эту будут вызывать с разных мест. Для разных целевых компонентов. Сюда каждый раз придет разная целевая компонента. И мы создадим отдельный класс для каждой целевой компоненты. Отдельный класс обертку. И мы по итогу будем возвращать свою контейнерную компоненту для каждой целевой презентационной компоненты. У нас есть такая функция, которую мы можем экспортировать. И можем использовать в коде, где хотим. Например, в profile компоненте. Вместо того, чтобы создавать эту контейнерную компоненту вручную, мы ее создадим с помощью хока. То есть мы не так вручную будем определять этот класс с поведением. У нас поведение одна строчка всего. Поэтому это просто продублировать. Нам кажется, дублирование кода не так уж страшно. Но если поведение больше, капсда уже начинается. Поэтому мы будем создавать вот эту компоненту с помощью хока. Чтобы вы понимали, хок по итогу нам. Вот он хок. Alt, Enter. Insert. Мы в хок передаем нашу целевую компоненту. И внутри хока создается вот эта функция. Но только у нас внутри хока класс создается. Классовая компонента. Но неважно. Создается вот эта функциональная компонента. Или классовая. И возвращается к нам наружу. Хок. Вот что делает хок. With, Out, Redirect. И у нас есть вот эта компонента. То есть мы больше не дублируем эту логику. Мы просто вызвали хок с нужным параметром. Передав ему нужную целевую компоненту. Аналогичная ситуация у нас в диалог с контейнером. Мы больше не создаем вот эту вот компоненту вручную. Не дублируем вот этот код. Потому что по сути в коде меняется только вот эта вот целевая компонента. Мы доверим это создание хоку. With, Out, Redirect. И передадим в качестве целевой компонента в этом случае уже диалог. Уже диалог. Ребят, ситуация уже такая была у вас. Ничего нового. Если кто повнимательнее, тот помнит, что у нас есть уже два хока. Мы уже пользовались, друзья, хоками. Добро пожаловать в мир хоков. With, Router. Мы вызываем With, Router. Передаем целевую компоненту. Users. И нам With, Router возвращает другую компоненту. Контейнерную. Обертка над этим юзером. Который из рула достает то, что нужно. Мы пользовались с вами уже коннектом. Тут немножко сложнее вызов. Два вызова. Но по факту коннект, вы считаете, хок, High Order Component. Принимает на входе юзерс. То есть на входе может юзерс применять, может что угодно. Мы же коннектим разные компоненты. И для этой разной каждой компоненты создается своя контейнерная компонента, которая достает то, что нужно из стора и засовывает в нашу компоненту. Дает нашей компоненте ту самую сверхспособность. Вот такие, друзья, дела. Давайте сохраним и проверим, что у нас ничего не сломалось. На юзерс мы попадаем. На месседжерс не попадаем. Просит нас залогиниться. Важный момент. Вы должны были быть вылогинены в соцсети. Вот здесь. Social Network.Samurai.js.com вылогинены. Напомню, чтобы редирект эти происходили. Потому что мы не должны быть залогинены. Потому что, напомню, мы шлем ми-запрос на старте. И ми-запрос нам возвращает. Да, либо нет. Залогинены, либо нет. Ну, смотрите предыдущий выпуск, если забыли. Так. Уже круто. Но немножко еще хочется доработать наш хок. Сложно, может быть. Но ничего страшного. Доработаем наш хок. Что именно мне не нравится в нашем хоке? То, что нашему хоку, чтобы он мог работать. With House Redirect. Во-первых, почему он называется With House Redirect? Потому что Connect называется иначе. Но у нас хок with router. То есть наши хоки зачастую дают какие-то пропсы вообще. Дают какие-то пропсы. Или какое-то поведение. Или пропсы какие-то. Наша компонента, как бы, вот она была без этого, а теперь она with. Теперь она с этим. То есть у нее что-то появляется. Например, with router. Роутер у нее появляется, условно говоря. И так далее. То же самое, друзья, и здесь. То есть наша компонента. Диалог теперь стала with House Redirect. С аутентификационным редиректом. Вот такое вот название. И вообще, очень часто принято хоки называть с приставочкой with. Ну, с первым словом with приставка. Что мне не нравится? Что наш хок, компонента, которую мы отдали, она рассчитывает на то, что в пропсах придет из аус. И нам надо не забывать обязательно в мап стоит у пропса из аус прокидывать. Если мы его не прокинем, то наш with House Redirect будет работать некорректно. И нам надо не забывать, не забывать прокидывать его. А я хочу забывать. Я хочу не думать об этом. Я хочу просто сказать with House Redirect. Чтобы это прокидывание было там внутри. И тут нюансы есть. Как бы, типа, блин, я бы внутри добавил, но нам же надо помимо из ауса еще добавлять вот эту вот штуку. А в профайл компоненте вот эту вот штуку. То есть, типа, разные вещи немножко. Разные вещи. И как быть? Хм, как быть, как быть, как быть? А может быть мы законнектим нашу компоненту дважды? Можно так делать? А почему бы и нет? То есть, смотрите, что это означает. Что у нас есть, у нас есть Tor. У нас есть Tor. И мы из Тора можем что-то взять. Вот наша компонента. Ей нужно что-то из Тора. И мы ее коннектим раз. И этот контейнер компонента взяла из Тора то, что ей нужно. А если нам нужно что-то из Тора еще раз, например, и мы хотим разделить это взятие данных, то мы можем еще раз обернуть коннектом и взять из Тора то, что нужно как бы вторым этим. Вторым разом. То есть, ничего страшного. То есть, абсолютно ничего страшного. Давайте этот двойной коннект здесь сейчас сделаем. Вот здесь. А потом вынесем в наш хок. То есть, смотрите. MapStateToProps. Давайте сделаем два MapStateToProps. Один MapStateToProps. Условно говоря, для редиректа. MapStateToProps. Redirect. ForRedirect. Напишу ForRedirect. Я ставлю здесь только isAuth. Я ставлю здесь только isAuth. Второй MapStateToProps. Второй MapStateToProps. Удалю из него isAuth. Соответственно, наш основной коннект, он у нас подключает только... Он у нас MapStateToPropsForRedirect. Он у нас только данные из профиля берет. Основной наш коннект. А мы еще раз за коннектим. Еще раз за коннектим. Выглядит, конечно, громоздко и жутко. Но пока ничего страшного. Мы в следующем занятии разберем с вами классную фичу. И это будет все красивше гораздо. И мы еще раз за коннектим. Перед тем, как коннектить основной коннект, мы нашу withAuthRedirect вот здесь за коннектим. Смотрите, возьмем... Давайте let замен... А, let. Скажем, ausRedirect. Давайте то же самое название переменной будем использовать. Но уже для за коннектенного этого варианта. То есть сюда передадим... Вот этот MapStateToProps. Сейчас я его вынесу выше. Вот этот MapStateToProps. И передам эту же компоненту сюда. Ребята, реально, да? Ад. Ад из хоков. Ад из этих оборачиваний. Тяжело. Но в этом смысл. Будет легче. Поверьте мне, попозже чуть будет легче. Соответственно, вот мы вот так вот с вами насоздавали много-много этих хоков. Точнее, хок 1, много этих контейнерных компонентов, созданных с помощью хоков, с помощью high-order компонентов. Аналогично здесь сейчас делаем, да? На другой строчке. Dialogs.container. Давайте проверим, что профайл у нас работает и все хорошо. Профайл работает и все хорошо. Вроде бы работает, да? Если мы залогинимся, то должно быть тоже все хорошо. Messages. Профайл. Все работает, да? Отлично. Вылогиниваемся. Вылогиниваемся. Идем сюда. Все, редирект произошел. Здорово. Супер. То есть, смотрите. Все, что нам надо сделать внутри хоков. То есть, я предлагаю вам вот это вот оборачивание сделать там внутри. Внутри нашего хока, чтобы вот, ну, инкапсулировать эту логику. Вскрыть детали. Вскрыть детали там. И давайте это и сделаем. Я сейчас возьму Ctrl-C и даю наш withAus redirect. То есть, я вот здесь создал класс. Создал компоненту, контейнерную компоненту, которая занимается редиректом. И я ее, ее же, законнекчу сейчас. То есть, у меня есть redirect component. А я скажу, что у меня есть connected. Connected redirect component. Let. Connected redirect component. Вот map state to props для него. Да? Я, в принципе, эту функцию могу вынести, этот объект могу вынести за пределы функции. Потому что, в принципе, его дублировать нет смысла. Ну, можно и так сделать. И я connect. Connected вот эту компоненту, которую я создал, redirect component. Компоненту внутри хока. Я ее коннекчу к... Я ее коннекчу к... К сторону. Все. И возвращаю наружу ее. То есть, формально что происходит? Когда человек вызывает withAus redirect, мой хок, на самом деле он получает две контейнерные компоненты. Ну, одна в одной. Сначала я создаю вот эту контейнерную компоненту. Ее оборачиваю другой контейнерной компонентой, которой хок. Этот connect оборачивает. И... И все хорошо. Есть еще один трюк, как мы можем это иначе сделать. Но, может быть, в следующем выпуске мы это рассмотрим. Все. То есть, смотрите, что. WithAus redirect. Все. Он коннектит к сторону и забирает это значение из aus. То есть, нам больше нет необходимости в profile контейнере доставать вот эту штуку. То есть, да все. Мы коннектим withAus redirect. Вот это нам больше не надо. То, что я вот здесь изобретал. Все. И нам не надо в MapStateU Props прокидывать ничего. Аналогичная ситуация в Dialogs контейнере. Нам больше не нужен здесь из aus. Мы его больше не прокидываем. Это произойдет автоматически внутри вот здесь. Фух. Сохраним и проверим, что так и есть. Все отлично. Не кликаются кнопки. Давайте опять же залогинимся. Залогинимся. Profile. Messages. Все работает. Все отлично, ребят. То есть, все круто. Трудно. Трудно, наверное, было. Сейчас обновляю. Все отлично. То есть, смотрите, какая тема. Кажется, немножко мы там усложняем жизнь. Сложно. Но нет. Мы все вынесли в одну кучку, ребят. В одно место. У нас есть without redirect. Хок. Да? И все. И там внутри все это происходит. В одном месте. И мы можем очень гибко-гибко-гибко теперь настраивать. То есть, мы, во-первых, можем любую компоненту защитить вот этим редиректом авторизационным. Например, я не хочу попадать на страничку юзеров. Нельзя. Запрещаем. Анониму попадать на эту страничку. Все. Все, что нам надо сделать, это пойти на юзерс-контейнерную компоненту. Сейчас, где у нас и. Например, ее юзерс-контейнерную компоненту. Она у нас классовая. Создать. Создать юзерс-контейнерную компоненту. Запихнуть в наш хок. With. Ой, простите. With. Aus. Redirect. Запихнуть ее сюда. И здесь. Сказать типа. Ну, let. With. With. Redirect. И ее уже отдать. Эту компоненту отдать внутрь вот туда. То есть, даться компонент и компонент компонент. Немножко мутно, что мы создаем вот эти вот компоненты. Но мы можем не создавать вот эти переменные, чтобы их так не передавать. А смотрите, что сделать. Но это еще более мутно. Но. Дождитесь следующего выпуска, пожалуйста. Мы можем оставить все как было. А оборачивание вот это сделать вот таким вот образом. Connect. Это что? Это хок. Значит, вот этот вызов. Большой вызов. Возвращает нам контейнерную компоненту. И мы можем прямо вот здесь. Вот так вот поставить скобки. И вот здесь. Поставить скобки. Понимаете, какая жесть? То есть, мы внутренним хоком получаем один контейнер. А потом внешним хоком получаем другой контейнер. И та, и та запись ужасно. Ужасно и запутаны. Поэтому нам на помощь придет функция Compose. Можете погуглить. Можете поставить лайк, если у вас взорвался мозг. Если вам было интересно, понятно. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно поддержите мой проект. По ссылке в описании. Переходите на ссылку в описании на телеграм-чат. Где вы можете друг другу помогать. Подсказывать обязательно. Пишите комментарии. Зашли вам хокки или не зашли. Нравится вам хокки или не нравится эта концепция. Знали вы их или не знали. Обязательно пишите в комменте. Хок, хок, хок. Хайордер компонент. Это мне поможет ранжироваться в поиске. Все, друзья, спасибо. До новых встреч. Ждите следующего выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok